Добрый вечер на ЕТВ программа Сумма мнений. Меня зовут Оксана Маклакова и вот о чем я предлагаю поговорить нам с вами этим вечером. Дача в законе. Почему свердловчане не могут зарегистрировать свои дома и получить разрешение на строительство? Дача в законе. Председатель садоводческого некоммерческого товарищества номер 2 ГУВД Свердловской области. Здравствуйте, Елена. Расскажите сначала, пожалуйста, вот про этот документ, с которым вы пришли. Вам отказали в строительстве дома на своем дачном участке. Почему? Я как член садоводческого некоммерческого товарищества имею участок в товариществе. И я обратилась в администрацию города Екатеринбурга с уведомлением о начале строительства своего нового жилого дома. И у вас был старый, вы его снесли или где-то рядом? Нет, у меня не было. Просто я решила построить вновь. У меня был небольшой такой, такая банька небольшая. И я решила построить новый дом, потому что в ближайшее время в надежде переехать туда жить постоянно. Постоянное место жительства. И 7 марта из администрации я получила уведомление о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке. В этом уведомлении мне было отказано о размещении объекта в связи с тем, что площадь указанного земельного участка составляет 3,9 сотки меньше минимально допустимого значения, установленного для данной территориальной зоны. Так, Надежда, что с этим делать? Как много таких отказов получают екатеринбуржцы? Насколько это вообще распространенная беда сегодня? Оксана, на сегодняшний день это, наверное, самая распространенная проблема на территории города Екатеринбурга. Да, я думаю, что по всей стране. С чем это вызвано? С 1 марта 2019 года у нас закончилась так называемая дачная амнистия. Что она из себя представляла? Любой садовод мог прийти к кадастровому инженеру, заказать технический план на объект, сдать соответствующие документы в электронном виде в МФЦ и получить уже технический план на свой дом. С 1 марта это все у нас прекратилось. И в пределах нашей страны действует градостроительный кодекс Российской Федерации. В соответствии с этим кодексом на сегодняшний день органы местного самоуправления должны разработать правила землепользования и застройки в пределах муниципального образования, в соответствии с которыми можно будет зарегистрировать ваш дом как жилой. В Екатеринбурге наша городская дума 12 февраля текущего года приняла новые нормы вот этих вот площадей. И составляют они от 4 соток до 25 соток. Лена Егоровна сейчас нам зачитала отказ. У нее участок 3,90. Всего лишь вот эти вот 10 сантиметров. А новые нормы, они были с чем связаны и чем продиктованы? Почему их изменили? Ну, на самом деле их изменили, скажем так, я бы сказала, в лучшую сторону, потому что до этого у нас действовали другие нормы. И площадь земельных участков у нас был люфт от 6 соток до 11. Сейчас расширили, казалось бы, от 4 до 25. Но я думаю, что просто не учли все те нюансы, которые сложились у нас в садоводческих товариществах. Потому что если взять старые садоводческие товарищества, которые закладывались еще в далекие 90-е годы, тогда больше трех соток вообще не давали. Три-четыре сотки. И вот Елена Егоровна, это представитель как раз садоводческого товарищества, где земельные участки предоставлялись очень маленькими. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день существует проблема того элементарного мониторинга. То есть нам нужно понять, сколько земельных участков на территории города в садоводческих товариществах меньше 4 соток. И пересмотреть вот эти нормативы в городской думе, чтобы люди могли, скажем так, регистрировать дома на площадях уже от 3,5 соток, а не от 4. Вы будете выступать с этой инициативой? Как будут развиваться события? То есть вы соберете... Как представитель союза садоводов, организации, которая представляет интересы всех садоводов города, конечно, мы обратимся в городскую думу, чтобы этот вопрос был обязательно рассмотрен. А вот это что за схема вы сейчас достаете? Хотела же показать наши земельные участки. Давайте мы ее покажем на... Это выкопировка из публичной кадастровой карты. Да. Все наши площади наших земельных участков, они все незначительные. Около 4 соток. Получается, ни на одном из этих участков нельзя построить новый дом, просто не получится документально получить? Нет, но если 4 сотки, тогда да. А если 3,99, то уже, наверное, нельзя. Более того, если мы с вами посмотрим информацию по участку Елены Егоровны, здесь стоит площадь даже 407 квадратных метров, а у нее сейчас по документам 390, да? То есть, видимо, когда проводилось межевание, более ранний период, почему-то площадь была уточнена меньше. То есть, первоначально земельный участок предоставлялся все равно площадью больше 4 соток. Может быть, поэтому, когда в феврале вот эти нормативы по площадям земельных участков предоставлялись, все равно же, наверное, какой-то мониторинг был. И предполагали, что земельные участки по 4 сотки в большинстве садов имеются у нас. Но, к сожалению, мы имеем другую на сегодняшний день ситуацию. Лена, а те домики, которые уже существуют в вашем товариществе, как много из них зарегистрировано, как много из них имеют документы? Ну, те, кто... Подачная амнистия, те зарегистрированы. Кто успел. Да, кто успел и кто об этом уже был уведомлен. Потому что в основная масса населения у нас в саду граждане уже до пенсионного возраста. То есть, порядка 80 лет им. Ну, и не все, так скажем, вовремя зарегистрировали эти дома. Ну, процентов 50 зарегистрированных. То есть, подачной амнистии проблем не было. Они свои, значит, документы несли в кадастровому инженеру. Тот составлял с их... Описание с их, да, слов. И, значит, ставили на кадастровый учет. Почему сейчас владелец удачных участков не могут зарегистрировать свои дома? Они могут зарегистрировать, потому что изменился порядок регистрации. То есть, я уже сказала в начале передачи, что сначала можно было пойти к кадастровому инженеру, заказать технический план. То на сегодняшний день, прежде чем начать процедуру регистрации, нужно обратиться в органы местного самоуправления, в нашу городскую администрацию, с уведомлением о начале строительства. Причем, неважно, построен ваш дом в прошлом году, либо 40 лет назад. Уведомительный порядок, и начинается он как раз с уведомления о начале строительства. И многие граждане на сегодняшний день, как законопослушные, обратились в администрацию. Но, как правило, 80%, наверное, получают отказ. Отказ как раз из-за несоответствия расположения дома к градостроительному регламенту. Это 3 метра от границы земельного участка. Мы с вами говорили, в предыдущей даже передаче об этом. И вот как раз к ситуации Лены Егоровны. Площадь земельного участка меньше предельного минимального размера. Что с этим делать? Обещали продлить дачную амнистию. Будет ли она продлеваться? Кстати, среди садоводов тоже, скажем так, очень противоречивая информация. Многие думают, что дачная амнистия до сих пор продлена. Не верьте этой информации, вот уверяю вас, уважаемые зрители. Потому что для садоводческих товарищей амнистия закончилась 1 марта 2019 года. Да, Государственная Дума рассматривает на сегодняшний день возможность продления дачной амнистии. Но всего лишь рассматривает. Законопроект был внесен буквально несколько дней назад на рассмотрение в Государственную Думу. Но он даже в первом чтении еще не был рассмотрен. В лучшем случае, когда, ну я предполагаю, он может быть рассмотрен, это вторая половина июля-август. Поэтому, может быть, к осени мы с вами дождемся продления дачной амнистии. Но опять же, дачная амнистия не будет продлена в том виде, в котором она существовала до 1 марта. Вот на этом бы хотелось заострить внимание. Что изменится? Наши законодатели хотят четко разделить граждан на тех, кто построил свои объекты недвижимости до 4 августа 2018 года, прошлого года. То есть до даты вступления в силу федерального закона номер 340. И отдельно выделить тех граждан, которые начали строительство до 4 августа 2018 года, но не успели закончить. Значит, в чем будет разница? Значит, те, кто закончили строительство своих домов до 4 августа 2018 года прошедшего, для них сохранится упрощенный порядок регистрации объектов, достаточно будет обратиться к кадастровому инженеру, заказать технический план. И на основании технического плана можно будет поставить свой объект на учет. А вот те, кто, как Елена Егоровна, начали строить свой дом до 4 августа 2018 года, но не закончили на сегодняшний день, для них сохранится, как нам говорят, упрощенный уведомительный порядок. Что значит упрощенный уведомительный порядок? Не надо будет подавать уведомления о начале строительства. Но нужно будет подать уведомления об окончании строительства. В чем же здесь подвох? Я вижу. То есть Елена Егоровна построила дом, не зная, например, о ситуации, что у нее участок меньше 4 соток, и подает уже уведомления об окончании строительства. Что будет у нас в поправке в законе, который вот сейчас рассматривает? Что комиссия будет рассматривать уведомления об окончании строительства на соответствии построенного объекта критерием, указанным в первой статье Градостроительного кодекса Российской Федерации. А что у нас написано в первой статье Градостроительного кодекса Российской Федерации? Что территориальные зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, утверждаются органами местного соуправления. То есть вот тот отказ, который получила Елена Егоровна, она его получит и потом. Потому что у нас местный регламент на сегодняшний день ограничен от 4 соток до 25. И вот владельцы участков, у которых маленькие площади, они на сегодняшний день, скажем так, дачной амнистией ничем не поможет. Поэтому я считаю, что наши органы местного соуправления в лице депутатов городской думы должны очень серьезно заботиться этим вопросом и рассмотреть возможность регистрации дачных домов на земельных участках в меньшей площади. Сколько таких участков в Екатеринбурге? Есть ли такие данные у вас? Ну, то есть порядок вообще... С возможностями при регистрации своих дачных домов. Что ответил город прямо сейчас, а после вернемся. Я не слышала и давно как бы побеспокоилась об этом, только вот о размежевании мы еще не докончили. Да? Нет. Нет, я, если честно, не слышала, но, наверное, это хорошо. Владельцы дачных участков Свердловской области сталкиваются с проблемами при регистрации своих домов. Разбираемся в нюансах нового законодательства, по которому теперь живут все дачники и садоводы вместе с экспертами здесь, в нашей студии. Тема, которую затрагивали на прошлой программе про лицензирование скважин. Еще одно новое требование нового закона. Есть ли уже какие-то примеры, когда садоводы залицензировали свою скважину? И, Елена, расскажите, у вас была попытка это сделать? Чем она закончилась? В этом году на общем собрании членов СНТ у нас принято решение для того, чтобы приняли решение о том, что нам необходима новая скважина, более глубокая скважина для питьевой воды всем членам СНТ. Дело все в том, что многие садоводы даже в зимний период, которые не проживают на территории СНТ, приезжают просто на свои садовые участки и набирают воду из скважины. Вода у нас проверяется и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В этом году мы столкнулись с такой ситуацией, что в зимний период у нас не хватило воды в наших скважинах, и мы вынуждены были решить на собрании вопрос о бурении новой скважины. При подготовке к общему собранию я познакомилась с организацией, которая бы пробурила нам скважину. И учитывая то, что Министерство природных ресурсов говорило нам о том, что вводится водный налог, и с 1 января 2020 года мы вынуждены будем оплачивать водопотребление, мы сразу с представителем компании оговорили тот вопрос о том, что нам нужно будет поставить сразу на скважину, установить водомерный узел. То есть прибор учета потребления воды из скважины. К сожалению, значит, он сразу отказал мне в том плане, что нет организации, которая бы опломбировала данный прибор учета. И даже самих приборов учета, которые бы стояли на наших скважинах, тоже нет продажи. И в итоге, ну, в общем... Скважину мы пробурим, а потом возникнет вопрос у нас следующий. Значит, мы будем вынуждены ставить приборы учета, потому что стоимость оплаты водного налога будет зависеть от водопотребления. То есть получается, как обычно у нас, закон оказался впереди паровоза, и ничего для его реализации не готово, а тем не менее нормы существуют. Никто не ожидал вообще, что в такое положение войдет 217-й федеральный закон, что садоводов заставят лицензировать скважину. В общем-то, у нас всегда люди считали, что у нас пользование недрами всегда бесплатно, что недры принадлежат народу, а оказалось, что нет. То есть всем нам сообщили о том, что, извините, но пользование недрами у нас осуществляется на платной основе. Поэтому на сегодняшний день ни министерство, ни какие-то другие органы не оказались готовы вот к этой ситуации, чтобы даже сказать садоводам, что будет дальше. Поэтому на сегодняшний день садоводы должны исполнить требования 217-го федерального закона, залицензировать скважины. И 2019 год – это год переходный, когда можно лицензию получить абсолютно бесплатно. Со следующего года эта процедура будет платная, 7,5 тысяч – это будет госпошлина. Если не лицензированная скважина и прекрасно садоводческое товарищество ей пользуется, что будет? – Штраф при выявлении выявленного нарушения. То есть если вы не задекларировали вашу, не залицензировали скважину, то административный штраф, суммы огромные. Проверять будет Министерство природных ресурсов, будет создана комиссия. Возможно, эти полномочия сейчас обсуждаются, будут делегированы органами местного самоправления, будут комиссии созданы там. И просто будут ездить и проверять скважины. Поскольку в городе все знают садоводческие товарищества примерно, где какие скважины есть, я думаю, что это выяснить будет достаточно несложно. Поэтому на сегодняшний день лицензировать нужно. Можно подождать осеннего периода, я бы подождала немножко, потому что… Ну, а вдруг у нас любят поправки вносить в закон. И это положение из 217-го федерального закона будет удалено. И водный налог уберут. Да, да. Причем все ратуют за это. А может такой быть вариант, если мы зарегистрируем скважину одну, а пробурим потом другую, как перейдет лицензия на другую скважину? Она не перейдет лицензию, нужно будет получать в отношении каждого объекта. То есть получается здесь две лицензии. Да, и на самом деле на сегодняшний день нам никто не может ответить, как будет рассчитываться этот водный налог. Потому что правильно Елена Егоровна сказала, что нужны счетчики на воду. Кто их будет ставить? То есть на сегодняшний день этот механизм не отработан, слава богу, на самом деле. А в министерстве говорят, что приблизительно садоводы должны указать тот объем, который они предполагают скважину может на сегодняшний день у них производить. То, что вызвало много вопросов, налог на теплицы так называемый, про необходимую обязательную регистрацию всех сооружений, капитальных, некапитальных, находящихся на дачном участке. Давайте расставим еще раз точки над «и» все-таки, что подлежит регистрации, что не подлежит регистрации, в каком случае. В отношении теплиц, слава богу, вроде бы волна уже пошла на спад по этой информации. То есть мы уже всех проинформировали со стороны Союза садоводов, и в средствах массовой информации достаточно много было информации о том, что теплицы регистрировать не нужно, поскольку они не относятся к объектам капитального строения. То же самое касается жилых домов и нежилых домов, которые на своих участках вот на сегодняшний день в этой дачной амнистии граждане пытаются зарегистрировать. Что нам нужно регистрировать? Только объекты капитального строения. То, что непрерывно связано прочно с землей. Эти объекты мы лицензируем. Если у вас фундамент, ленточный, свайный или плита, эти объекты подлежат регистрации. Все остальное регистрировать не нужно. Теплица – это сборно-разборная конструкция. То, что появлялась информация... Вы рассказывали, что были судебные прецеденты, так называемые капитальные теплицы, которые стоят у нас. Да, которые признавались объектом капитального строения. Но это судебные споры. То есть, когда есть какая-то жалоба. Более того, есть у нас граждане, которые желают зарегистрировать теплицы, чтобы появился объект, за который, допустим, можно получить в будущем компенсацию какую-то, если будет садовоческое товарищество сноситься. Поэтому не исключено же, что могут быть судебные споры, когда граждане, наоборот, хотят признать этот объект капитальным. Ну и, может быть, включить его в какую-то страховку? Конечно. На сегодняшний день страховые компании не то же что выплачивают, но то, что у вас зарегистрировано. Поэтому нет регистрации, нет и страховки соответствующим образом. Тоже одна из причин, по которой регистрируют даже объекты, которые не относятся к объектам капитального строения. Спасибо большое, что нашли время этим вечером. Пришли к нам в студию. Впереди у нас сюжет. Моя коллега Вероника Князева побывала на дне рождения Чкаловского района. И сейчас расскажет, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова